Вы знаете, Россия, наверное, в одной минуте от начала таких погромов, потому что абсолютно безответственная власть, которая всегда манипулировала вот этими всеми простенькими вещами, всегда стравливала друг с другом черных с белыми, православных с мусульманами. Это происходит постоянно, потому что для Путина этот принцип «разделяй власть» он, в общем-то, всегда был всем. И, собственно, он всегда над схваткой оставался только потому, что все под ним дрались. И, соответственно, тогда, когда все друг другом грызутся, ему проще оставаться одному таким царем горы. Ну и, соответственно, здесь примерно та же история, но когда-то это все выходит из-под контроля, потому что, собственно, когда кто-то баловался с фашизмом в Германии в 30-е годы, там же тоже никто не думал, что этот полубесноватый Гитлер вдруг станет нацом нации и диктатором таким, каким он стал. То есть все думали тоже, что это такая милая шутка, и что мы с его помощью сейчас что-то сделаем, восстановим какие-то военные бюджеты, думали те, кто подкармливал красно-коричневых в Германии. И те, кто в России сегодня этого джина из бутылки выпустили, они же тоже думали, что так здорово, вот такие вот эти вот дикие энергии мы сейчас выпустим, направим их в сторону украинцев, они туда пойдут и всех там победят. Но, в общем-то, этого-то не случилось. Эти негодяи вернулись домой, и они там сейчас занимаются тем, чем занимаются. То есть, в общем-то, действительно есть, с одной стороны, вот этот русский национализм, который, еще раз подчеркиваю, выпущен на волю под сурдинку этого русского мира, и, соответственно, они все прошли военную школу. Многие из них взяли автоматы, сходили на войну. И, в общем-то, понятно, что этот опыт просто так бесследно не остается. Собственно, человек, который понял, что с помощью автомата и убийств людей можно решать какие-то проблемы, он никогда не начнет их решать каким-то цивилизованным способом. Соответственно, есть и другая сторона. То есть, вот те постоянно угнетаемые в России бедные, несчастные люди с черными волосами, с большими носами и так далее, которые выглядят не по-русски, так скажем. Но, соответственно, я к ним отношусь тоже. Я на своей шкуре все это ощутил, когда жил в Москве и работал там, особенно когда был помоложе, когда наглости в глазах было мало. И любой милиционер считал меня своей законной добычей. Законной целью, как они говорят. Значит, соответственно, вот он меня видел в метро, набрасывался. И пока я не отдавал ему свои последние или предпоследние 100 рублей, он мне не отставал. Ну, соответственно, это было всегда там. Соответственно, вот эти люди, которые так называемые у нас меньшинства, они, конечно, всегда были этим своим положением недовольны. Особенно сейчас, когда происходит вот это вот совсем безумное выкачивание всех ресурсов из всех регионов России, в особенности из национальных окраин. И это, ну вот, колониализм дикий совершенно. То есть сегодня Москва себя ведет по отношению к своим национальным окраинам. Наверное, даже не как, вот знаете, например, Франция к Алжиру, там, например, в прошлом веке. А, наверное, вот прям как американские колониалисты к индейцам и так далее. Потому что, ну вот это совсем, понимаете, беззастенчиво. То есть выкачивается все из недр. То есть абсолютно наплевать всем на природу. В Башкирии моей, по-моему, вообще отсутствуют теперь хоть какие-то экологические мероприятия по безопасности. То есть сегодня там вонь такая стоит во всей северной части Уфы, что там дышать нечем людям. И, соответственно, это все, конечно, приведет к тому, что заискри. Да, я сейчас, наверное, у вас вопрос, что называется, с языка сниму. Можно сказать о том, что вот есть Кадыров, да, все вот эти бандиты с золотыми автоматами. Это немножко другая история, понимаете. Даже в Чечне-то народ живет очень бедно. Хорошо живет Кадыров и его бандиты. И, соответственно, другие бандиты, которые там от него, там, разъехались по стране, там, занимаются своим бандитизмом. По сути, сегодня это ОПГ, да, Кадыровские. Они сегодня там самая влиятельная банда. Вот, а сами по себе люди в нищете. И, конечно, любая искра, и вот действительно, это просто может взорвать все изнутри. И это мало не покажется никому, это будет ужасно. Можем мы говорить в таком случае о распаде России? Да, конечно, да. Потому что эти процессы, они, понимаете, этого джинна в бутылку не загонишь. То есть когда ты играешь на вот этих вот самых низких чувствах людей, на национализме, когда ты говоришь им о том, что, оказывается, можно считать какую-то целую нацию неполноценной, плохой, там все нацисты, там все, понимаете, на кого они намекают. Значит, просто не хочу повторять их сентенции вслед за соловьем и так далее. Значит, соответственно, там все вот и так далее, и так далее. Да, а люди же начинают это друг на друга тоже распространять. А теперь вот, понятно, еще таджики тоже плохие. А таджики это же вообще одно и то же, что и башкиры, и казахи, они все на одно лицо. А вот, значит, все они тоже виноваты, а давайте леньхивать всех. Вот, и поэтому, да, потом, когда все это начинается, это же всегда такой снежный ком. Потому что я вот в Югославии, ну, бывшей Югославии, с людьми общался. Так получилось, что и тогда, в начале всех этих войн у нас, например, на Журфаке в Москве училась. В 90-е годы много сербов, хорватов и дружили. Это вперемешку все же, как бы не было большой разницы, да. И вот они там дружат, да, например, а у них на родине их отцы, там, братья друг друга убивают. Они не понимали вообще, как это возможно, как это происходит вообще за пару лет. Но вот это происходит так, что когда вот началось, а уже остановиться никто не может. И, соответственно, они договориться друг с другом ни до чего не могут. То есть, если сейчас попрет на бунт Кавказ, то, конечно, в России он не останется. То есть, конечно, это будет опять отделение, потом это опять будет радикализация, безусловно. Потому что среди бедного нищего населения сегодня в Кавказских республиках, в моей Башкирии, в Татарстане, там еще и как бы вот радикальные различные течения религиозные, они очень сильно подняли голову. Потому что когда человек живет очень бедно, когда у него нет ни малейших перспектив жизни, там эти все хитрованы в этих разных странах, да, они обучение вели и ведут очень активно. И приезжает вот в деревню Национальной Республики, нищую, где верх, понимаете ли, блаженства, это зарплата 7 тысяч рублей в пятерочке, если повезло охранникам, да, если взяли. Значит, и вот у тебя есть какая-то перспектива. Ну, а приезжает этот вот 27-летний с зудкой бороденкой имам, который отучился где-нибудь в очень жаркой стране, где очень много песка, барханов и нефтяных денег. И, соответственно, вот он говорит о том, что, посмотри, в чем дело-то все, виноваты-то вот неверные, например. И виноваты те, кто вот не так, как мы с тобой, молятся Богу. Вот они молятся по-другому, и, соответственно, как бы надо их заставить молиться по-нашему, тогда все будет хорошо. Ну, и, соответственно, вот это вот все тоже, как бы, очень серьезный фактор, который тоже будет, в общем-то, я думаю, что в ближайшее время играть очень значительную роль при тех событиях, которые, безусловно, в России межнациональные, межконфессиональные начнутся. Хотим мы этого или не хотим. Хотелось бы немного обсудить нашумевшие события в Крокусе. Напомню, что 22 марта в этом торговом центре и концерт-холле произошел теракт с сотнями погибших, и сразу же появилась дюжина версий произошедшего. И вот на днях появилась новость о том, что в зале Крокуса погиб полковник спецназа ГРУ. Исходя из этого, можно ли говорить, что российские службы таки имеют отношение к организации этого теракта? Вы знаете, в России, по-моему, 3,5 миллиона сотрудников силовых структур, поэтому, в общем-то, статистически, конечно, один из них мог находиться в нерабочее время случайно на концерте. Поэтому здесь я из этого теорию заговора такую прямо не устраивал. Тем более, что, ну, может быть, конечно, это фейк, а может быть и нет, что якобы человек попытался каким-то образом спасать кого-то, обратиться на террориста. Ну, я допускаю, что, может быть, какие-то отдельные честные офицеры в российских силовых структурах могут оставаться по какой-то неведомой случайности. Значит, соответственно, думаю, что тут немножко по-другому. Понимаете, когда какие-то силовики в каких-то странах и занимаются какими-то грязными делами, они же никогда не делают это своими руками, потому что это очень высоко опасность проколоться и испортить себе репутацию, отказаться от ученым от кормушки и так далее. Поэтому как раз они используют вот этих фейсиагавриков, типа вот этих всех игилов и так далее, которые на самом деле ничего общего к вере и к чему-то еще никогда не имели и не имеют. Это просто бандформирования, которые за деньги выполняют заказы различных политических структур. Ну и, соответственно, вы, наверное, обратили внимание на то, что Путин и его компаньоны в последнее время очень много взаимодействуют с бандитами всех мастей, потому что, ну, приличные люди с ними не хотят работать, ну, поэтому они, соответственно, работают с Талибаном, с сирийскими группировками, с группировками вот этих хуситов, с группировками, которые на Ближнем Востоке орудуют. И там есть вполне серьезное основание полагать, что Путин поучаствовал в разжигании последнего конфликта, да, и были как раз вот такие, тогда были следы криптопереводов на огромные суммы из-за московского как раз-таки вот этого сити, где базируются все вот эти криптовики, каждый из которых там плотно лежит под ФСБ, это известный факт, кстати. Вот, соответственно, да, вот они взаимодействуют все с этими людьми, и там есть два возможных варианта, как это все было. Первый, да, ну, сейчас начнем с конца, что называется. Понятно, что теракт исключительно полезен господину Путину. Всегда говорю тем комментаторам, которые сейчас с вами начнут писать, что я называю негодяя господином, это исключительно саркастическое прозвище его, так что поэтому не стоит тратить на это ваше время. Значит, соответственно, вот этому господину выгодно это по многим причинам сразу. Он опять вгоняет свое население в состоянии ступора, в состоянии истерии какой-то, да, страха какого-то животного, и когда оно готово на все, лишь бы только его не убили. Соответственно, это опять развязывает полностью руки Путину с его силовиками, с его бандитами, да, которые могут творить что хотеть дальше. И то, как начала вдруг Россия поднимать голову и выходить на какие-то акции протеста, тут у нас, значит, по поводу гибели Навального много людей вышло, тут на выборах много поучаствовало, вполне против Путина, соответственно, а там у нас жены мобилизованных бузят. Сейчас бузеша резко прекратится, потому что сейчас при первой попытке что-то организовать, они моментально опять выйдут со своими дубинками. Вот как раз-таки с безоружными студентиками они справляются умеют, это же не бандиты вооруженные. Значит, соответственно, возникает вопрос тогда, а как это все случилось-то, да, и почему? То есть удивительное дело, да, то есть вот Путин сидит на полном серьезе, обвиняет, что США совместно с Англией и с Украиной, они вместе организовали этот теракт. И мне хочется спросить, Владимир Владимирович, а зачем тогда американцы предупреждали вас о том, что этот теракт случится? Причем предупреждали с вероятностью 100% из 100. Но как бы, я не знаю, это как бы расчет на то, что все зрители путинских СМИ идиоты, только на это что ли? Но они не все же идиоты на самом деле, да. Путинские опросы фиксируют, что якобы половина людей поверили в версию Путина о том, что это США, Великобритания и Украина вслились в экстазе с ИГИЛом и побежали расстреливать народ в Крокус-Сити. Но давайте вернемся к тому, что мы с вами уже обсуждали, что социология в России – это абсолютно лукавая наука. И когда задают вопрос, а ты согласен с Путиным или ты хочешь идти в тюрьму? Ну, естественно, человек говорит, я согласен с Путиным. Это, конечно же, ИГИЛ вместе с Зеленским и Байденом лично всех стреляли. Ну, то есть, я думаю, что все-таки реальное число поверивших, конечно, значительно меньше, потому что это совсем какой-то бред. То есть, американцы организовывали теракт, и потом у них, не знаю, совесть взыграла или что-то там еще. Или это такая была тонкая игра, как в «Шпионских боевиках», что «а мы отправим сейчас записку Джеймс Бонду, что там-то мы тебя прикончим, негодяй. И вот давай-ка ты попробуй возрази что-нибудь нам на это». Так что ли? Ну, это же смех и грех, что называется. Поэтому вот все белыми нитками шито. Я думаю, что во взаимодействии с этими всеми бандюганами из жарких стран, они что-то такое как-то вышли на то, что кому-то это стало полезно и выигрышно. И они, грубо говоря, возражать совершенно точно не стали. Потому что, ну вот смотрите, упомянутый «Полдень против Путина», который был для нас, я считаю, очень важной лабораторной работой по поводу, сколько в России профессионального вектората, готов ли он куда-то выходить, что-то делать. И что будет делать власть с этим самым протестным векторатом? Да, мы увидели, что на 90 тысячах участках в России они смогли найти вооруженных бездругих людей, которые на всякий случай там были. А в нескольких всего лишь концертных залах, зная о том, что в одном из них произойдет теракт кровавый от американцев, даже от Ирана, кстати, тоже получили информацию, сегодня стало известно об этом. Так вот, они не подставили даже в самом большом из этих залов, а это как раз пропустите свою охрану. Интересный возникает вопрос, а почему? То есть, если, понимаете, если есть угроза теракта, есть определенные протоколы, как действуют спецслужбы и в Российской Федерации в том числе. Тем более, что Российская Федерация сегодня страна, которая находится в состоянии войны. И, естественно, все эти вопросы утверждаются и сообщаются лично главе государства, и с его участием идут совещания, обсуждения, и уж не дать команду ухилиться по поводу возможного теракта и охранять концертные залы. Она могла последовать, не последовать только в том случае, если Путину нужен был этот теракт. То есть, он понимал, что он будет совершен, он примерно понимал, кем и зачем, и он сказал, окей, отлично. Еще какого-нибудь генерала, наверное, отправил проконтролировать, чтобы этот теракт был осуществлен успешно вместе с какими-нибудь действительно подразделениями афганистанскими или какими-то еще. Соответственно, думаю, что здесь вот ровно так, то есть, ну, последняя сторона, которой этот теракт нужен был, это, конечно, Украина. Потому что понятно, что сейчас россиян накрутят, скажут, что вот, смотрите, что они творят, и мобилизация пойдет по бойче. Зачем нужно было это Зеленскому? У меня возникает просто простой, логичный, резонный вопрос. Просто из вредности, что ли? Ну, он же, вы знаете, да, известный нацист, Жидо Бендеровец, кто там еще, конечно же, это все в кавычках по версии пропагандистских СМИ. Кстати, по поводу пропагандистских СМИ, вот давечу Соловьева, бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор Владимир Овчинский, рассказал, что исполнители теракта в Крокусе могли быть, естественно, западные спецслужбы. Они, внимание, имплантировали чипы, из-за которых террористы совершили нападение на концертный зал, цитата, «ублюдкам отключили сознание, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование». Возможно, это покажет экспертиза. Чипы вставлены, заявил Овчинский. Понятно, что мы уже и слышали про боевых комаров, и гусей, и, не знаю, там, хрущей. Но опять-таки, ну они же могут найти всё-таки эти чипы тоже. Ну неужели people have it? Для чего они это всё говорят? Я понимаю, этот ответ сложно комментировать, но он же льётся. Да, я понимаю. Я просто, вы знаете, хочу сказать, что чем чудовищнее ложь, тем ведь вернее в неё поверят. Ещё Геббельс завещал, собственно, путинским маленьким Геббельсам эту доктрину. И они её очень-то научили следовать. То есть если в нормальной стороне политики всё-таки стараются, есть такой термин, манипулировать правдой, конечно, все политики манипулируют так или иначе информацией, но если они там манипулируют правдой, где-нибудь на Западе или даже на Востоке, то здесь-то уже совсем, в общем-то, поняли, что лепи корявого как хочешь, и всё равно, в общем-то, мы здесь, Вась, нас тут послушают. Но, понимаете, это как бы всегда говорю, всегда говорю до поры до времени, потому что в какой-то момент эта система лжи, эта вот империя, вранья, она рассыпается изнутри, потому что она же гнилая, внутри же ничего нет. Основания нет. Понимаете, нет искренней любви населения к этим врунам и убийцам. Нет какого-то костяка людей, которые готовы идти за них, понимаете ли, искренне проливать кровь. Потому что те, даже кто пошли на это СВО, они же пошли туда за 200 тысяч рублей. Почему Путин поставил им такое удовольствие? Потому что он прекрасно понимал, что не пойдут они просто так, что нету там таких патриотов в России, которые готовы просто умирать просто так за Родину. А вот за 200 тысяч рублей готовы. Потому что, как я чуть выше говорил, они регионы обескровили настолько, что там 7 тысяч рублей в Евросети, это ничего себе вполне себе такой вариант развития карьеры. Значит, а тут 200 тысяч, и может все долги отдать и так далее. Поэтому здесь, конечно, война маргиналов, война тех, кто не пристроен в жизни, кто не смог уехать в столицу, где, естественно, зарплаты большие. И процент москвичей, которые пошли на все это дело, он же составляет, ну, просто даже не статистическую погрешность, а просто мизер такой, который нельзя даже, в общем-то, в принципе, учитывать. То есть Москва, столицы не поехали воевать, потому что, еще раз подчеркиваю, потому что нету никакой любви к Путину, нет никакого желания рвения за него погибать. Поэтому в один прекрасный день, в общем-то, как только какая-то карта выпадет из-под этого карточного домика, вот, собственно, домик-то и разрушится. Просто вопрос в том, когда и как это случится. И вот то, с чего вы начали, это было очень правильно, потому что ксенофобия, конечно, это одна из возможных причин разрушения вот этой вот недоимперии. Ну, неужели тогда они не понимают, что они играют с огнем, разжигая эту ксенофобию? Либо это делается специально, либо здесь вообще нет логики. Путин не стратег, Путин тактик, Путин не может считать на несколько шагов вперед. Посмотрите, вся его политическая карьера, это же все метание. Начинал он с того, что он был либеральнее любого либерала. Если вспомните его заявление начала его карьеры, там же просто, ну, зайка, а не президент. Я не знаю, Владимир Зеленский. Значит, хороший человек, случайно оказавшийся во власти. Если вспомнить то, что он вначале говорил, вот эти все вещи, то есть, соответственно, про дружбу, про международное сотрудничество, про признанные всеми границы Украины, про то, что империи все должны умереть, все такой ужас, ужас. И, понимаете, ну, то есть, действительно, как будто разные люди. Я здесь где-то начинаю прислушиваться к тому, что говорит профессор Соловей, потому что... Ну, а как еще это можно понять? Ну, вот у него метания эти всегда. То он хотел, значит, делать... Я все помню, они там нас, пиарщиков, собирали, и там брейнсторминги были. А вот какая же у нас в России будет национальная идея? И вот там все что-то предлагали. Я помню, победила одно время доктрина. Я не помню, кто был из аналитиков и автором. Была доктрина догоним и перегоним Португалию. То есть, одна из стран Евросоюза, да, и вот Путину это очень понравилось. Он во все речи начал вставлять себе эти, значит, тексты про Португалию, что вот у нас есть там столько-то лет, чтобы это сделать. И, кстати, могли, на самом деле, в какой-то момент даже приблизились. Но потом они начали все тратить на войну и разворовывать на этой доктрине. Значит, соответственно, и не получилось догнать ни Португалию. И, по-моему, в итоге Россия сегодня ровно находится на тех позициях, с которых как раз начиналась гонка за Португалией. И потом у него было еще много разных метаний. То в одну сторону, то в другую. То, значит, он хотел во всех спортивных состязаниях, чтобы Россия победила. И когда они мухлевали с этой системой подмены, простите, анализов через дырку в стене. И, соответственно, вот была доктрина, что мы всех победим в спорте, и все россияне возрадуются и ставят меня президентом навсегда. То есть всегда задача была остаться навсегда. Значит, через догон ли Португалии, через разгон ли спортсменов до всех первых мест, и так далее. То есть главное было, чтобы всегда ему было чем покормить свой народ и так далее. Ну и в конце концов он пришел вот к вот этой агрессивной, воинствующей своей политике, потому что принял для себя внутреннее решение, что это самое простое. Смотрите, кругом враги. Вот с четырех сторон готовится нападение. Давайте нападем первыми. Ну вот, собственно, вот, собственно, то, как примерно это сработало. Возвращаясь к задержанным в кругу сети Холли, мнения экспертов в этом вопросе тоже разделились. Одни говорят, что было две группы. Одна, которая совершила теракт, а вторая, которая для задержания. Другие же уверяют, что преступники и задержанные, это одни и те же люди. Как вы думаете, вот тех, кто задержали, это мальчики для битья, для показательного покарания, либо это реальные преступники? Ну, я думаю, что, конечно, это дымовая завеса, конечно, это фейковые террористы, потому что, скорее всего, эта группа выполняла какую-то чисто вспомогательную роль донести, принести, привезти, отвезти, какие-то такие вот вещи. Принеси, подай, отойди, не мешай. Значит, соответственно, ну, потому что, ну, слушайте, там таксист, там парикмахер, да, там люди, которые автомат держать не умеют. А эти люди, те, которые там расстреливают людей, они автоматы держали профессионально. Я специально поговорил с человеком, который работает в одной спецслужбе, и который сказал мне, что, ну, нет, конечно, это обученные люди были, те, кто стрелял. Потому что, ну, это и психологически непросто, на самом деле, стрелять в безоружных людей мирных. И технически тоже это нужно осуществить. То есть если ты просто начинаешь палиться в разные стороны, то ты ни в кого не попадешь. То есть это они делали прицельно, они очень экономично тратили свои ресурсы, значит, они друг друга прикрывали на случай, если там будет кто-то, кто в состоянии будет им ответить. И это тоже было эффективно, на самом деле, потому что были люди, которые пытались им ответить. Значит, соответственно, нет, это не та группа, которая убивала, на мой взгляд. Я думаю, что это были классические, ну, такие зайчики, мальчики для битья. Значит, соответственно, кто реально осуществлялся рак, я думаю, что это, ну да, это какие-то подготовленные, обученные, конечно, не сотрудники ФСБ России, потому что, чёртой говорю, так не делают. Но вот уже те, которые были близко куда-то туда, значит, к тем, кто взаимодействовал уже, соответственно, и с, возможно, возможно, с какими-то заказчиками, которые, как я считаю, всё-таки могли находиться в Кремле, в России. Значит, и, соответственно, чтобы эта группа не спалилась, они её убрали оттуда из-под удар, нашли вот эту вспомогательную, и из них вот сделали террористов. Собственно, вот эти все лютые избиения, наверное, и были нужны для того, чтобы они не спорили ни с чем и взяли всю вину на себя, для того, чтобы вот тех вот настоящих никогда никто не взял, чтобы это не вывело на организаторов, чтобы, как классически шутят в таких случаях, чтобы в ходе следствия Путин не вышел сам на себя. Сто процентов. Кстати, вот основная цель всё-таки этого теракта, как думаете, была мобилизация, усиление мобилизации, устрашение, да, понятно, своих граждан, но ещё ходят аналитики, начали говорить, вернее, что Российская Федерация готовит такие наступления новые на Харьков, Сумы и даже поговоривают о Киеве. Как вы думаете, сможет ли всё-таки российская военная машина собрать людей и приготовить реальное наступление? Справятся ли? Есть ли это в планах? Безусловно, в планах это есть. И просачивается информация о том, что они по мобилизации в общем-то попытаются усилить всё в самое ближайшее время. Я думаю, что несколько повысится у них количество пушечного мяса в ближайшее время, потому что частично люди недалёкие могут поверить в то, что действительно кругом враги. И вот, посмотрите, нас начали убивать в наших концертных залах. Какой кошмар! Но это не будет, на самом деле, прям таким повальным успехом Путина, потому что всё-таки я думаю, что тренд на окончание войны, он, наверное, уже не искореним, потому что слишком много трупов едет в Россию. То есть я смотрю за статистикой каждый день, а там, где её ведут журналисты, которые пока ещё пытаются честно работать, и она же ужасающая просто. То есть это, если посмотреть на Башкортостан, мою родину, то, ну, там, 10 похорон в день, это нормально. Понимаете? То есть, ну, посчитайте, сколько людей тогда это по стороне. Значит, соответственно, уже, в общем-то, практически у каждой семьи есть кто-то, кто погиб, либо кто-то, кто погиб через одно рукопожатие. Понимаете? То есть уже прямо это очень большое количество. То есть, ну, и раненых тоже, конечно же. Поэтому всё-таки вот этот фактор, он здесь основной. То есть факторы патриотизма, факторы какого-то накручивания ситуации со стороны властей, а-ля, смотрите, вот террористы к нам идут. Это всё, конечно, значимо, но своя рубашка, что называется, к телу ближе. То есть, когда непосредственно в города постоянно привозят трупы с войны, соответственно, это повлияет больше, чем вот эта истерия, которую сейчас развили по поводу Крокурс-Сити и якобы Украины, которая к этому имеет отношение. Поэтому я прогнозирую такое незначительное повышение тех, кто припрутся туда снова на эти мобилизационные пункты. Ну и, соответственно, и прогнозирую невысокие успехи российской армии, поскольку, ну, собственно, вот эта армия, она же, в принципе, не очень боеспособна. Я, поездив по Украине, увидел, что ну, это вот их бомбометание хаотичное, оно же, в общем-то, не имеет ничего общего с какой-то военной логикой, с каким-то мастерством и так далее, с каким-то, знаете, умением как-то все стратегически выстраивать. То есть, все их броски носили хаотичный характер. Я видел эти многочисленные колонны, которые были разбиты украинцами, просто как орехи пощелканы, просто потому, что никто не умеет воевать. Соответственно, профессиональная же путинская армия, она же погибла в первые пару месяцев, а те, кого они набирают сейчас вместо, это же люди, которые воевать не умеют, это же маргиналы, это же алкоголики из ревень. Поэтому, ну да, вот какое-то их количество они туда привезут, какое-то время их нужно будет обучать, месяц, два, три, для того, чтобы они хотя бы нужным концом брали в руки автомат. Значит, соответственно, ну вот это вот будет опять-таки, знаете, вот опять-таки будет такая армия неудачников. То есть, это будет такая классическая российская XX века Первая мировая война, которая демотивирована, которая набрана не пойми где, непонятно зачем, и которая совершенно не понимает, в какую сторону бежать и какой у этого всего практически смысл. Поэтому нет больших успехов российская армия не достигнет. Вот, тем не менее, она все продолжает получать оружие из Северной Кореи и из Ирана, комплектующие, несмотря на санкции. Ну и количество этого пушечного мяса, она все-таки есть. И которая вообще не жалеет. Поэтому тут такое, да, неумение воевать количеством, не качеством, а количеством перевешивает. По поводу Крыма. Как думаете, последние месяцы вот в СМИ появляется информация о том, что Путин готовится к утрате Крымского моста, ну и в Украине намекают на то же, да. как думаете, выскользнет Крым из рук и какие это будет иметь последствия, например, ликвидация Крымского моста на политическом олимпе для кремлевских элит, так называемых. Ну, ничто уже никак особенно не повлияет, потому что все привыкли уже к поражениям. Когда Путин сдавал один с другим города, Херсон и так далее, то есть когда даже эти вещи происходили, это тоже как-то не сильно повлияло на ситуацию, потому что уже убедили всех они, россиян своих, в том, что мы же воюем не только же с Украиной, мы же воюем со всем блоком НАТО, вот, и поэтому, соответственно, поражение, ну, соперник достойный, поэтому нормально, в общем-то, да, все идет, и у нас уже целый перешейк вот туда, вот, понимаете, к Азову сейчас появился, поэтому, и потом все-таки, честно говоря, я не знаю, как бы получится ли все-таки эффективно уничтожить Крымский мост, он довольно большой, там много пролетов, в общем-то, попасть сразу во все места, я не знаю, это будет непросто, поэтому, естественно, это законная Украины цель, и поэтому, если она это будет делать эффективно, то, в общем-то, я думаю, что в мире никто ее не осудит за это, вот, но чисто технически сложно, мне кажется, это исполнить. А по поводу законных целей и осуждения в мире вспомнились удары по НПЗ российским, украинскими, дронами украинского производства, Уралмаш, опять-таки, да, на Уралмаши, которые, 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 по лае, украинскую мову, да, понимаем, что на Уралмаши, скорее всего, со стопроцентной уверенностью можно заявить, что клепали военное производство, и тут Штаты как бы намекали, да, что не стоит, но с другой стороны, ведь это же все-таки имеет влияние на российское ведение военных действий, на заправку танков тех же, на их изготовление оружия и так далее. Какое имеет, по-вашему, это влияние, насколько оно большое, и почему мы слышали со стороны США такие заявления? Ну, вы знаете, потому что в мире весь мало просто справедливости, да, вот во власти. В мире, к сожалению, очень много во власти есть прагматизма и цинизма, то есть, если по каким-то причинам Америки не нужно, чтобы сегодня пылали НПЗ по России, хотя это действительно, конечно, это было бы эффективно для Украины, ну, просто действительно заправлять танки чем, если, а там же этот еще процесс производственный, его же быстро не отладишь обратно, потому что это все сложные механизмы, они очень часто заимствованы на Западе, кстати, все это сейчас подсанкционно, и поэтому восстановить все быстро будет сложно, но, возможно, я сейчас предполагаю, да, я не специалист в нефтяном рынке, но я предполагаю, что если вдруг сейчас сильно снизятся возможности России для производства каких-то значит, фракций, да, топливно-энергетических на этих заводах, и, возможно, каким-то негативным образом это скажется на американском рынке, может быть, где-то какие-то цены подрастут и так далее, то есть не исключаю, что вот у этого всего есть вот такое вот совсем прагматичное, что, знаете, такой резон, а другое дело, что, конечно, я сегодня тоже почитал все эти ссылки на Салливана, и якобы он это делает и говорит, потому что якобы американцы не хотят эскалации военного конфликта, но мне кажется это как-то очень странно, поскольку эскалация военного конфликта в любом случае постоянно идет со стороны Путина, то есть Украина же не занимается эскалацией военного конфликта, она пытается обороняться и пытается обороняться теми способами, которые, в общем-то, у нее есть под рукой, да, но если нет возможности эффективно раздолбать российскую армию, которая стоит там через Днепр, потому что не дали оружия, да, столько, чтобы это сделать, а что остается? Поэтому, в общем-то, это очень какая-то странная логика и якобы они хотят вот таким образом все-таки привести к заморозке конфликта, но также очевидно, что заморозки Путин не хочет, Путин хочет продвигаться дальше и поэтому, то есть они хотят что, заморозить со стороны Украины только конфликт и что будет дальше? То есть это в любом случае гибель многих-многих людей и дальше, но это, получается, что не беспокоит американцев, то есть сама по себе смерть людей. Вот это все, конечно, наводит на очень грустное размышление о вообще сути вот этой всей мировой вертикальной политической системы, потому что она, конечно, мне никогда не нравилась и думаю, что там вот там как раз все не так однозначно, то есть там просто каких-то любителей правды, демократии, справедливости, к сожалению, мировой власти достаточно мало. Да, к сожалению. Давайте, знаете, сейчас сменим вектор нашего разговора и поговорим о российских звездах, в частности, известных персонах. Алла Пугачева, которая поддерживает Украину на днях на одном из концертов ее муж, Максим Галкин, очень жестко прошелся по Путину, заявил, что в скором времени Путина не будет, а также сказав, что Киркоров будет прилюдно извиняться за поддержку Путина, но самой Али Борисов не должны вскоре уже это, по-моему, рассматривать, да, статус инагентов понять. Как думаете, почему Галкин начал так по поводу Путина высказываться? Ведь, ну так, он говорил о войне, да, ну вот, не переходил, если мне не изменяет память, на персонале. И сделает ли Пугачева инагента, и будет ли реакция общества российская в Анайдам? Действительно, я был на концерте Максима Галкина в Вильнюсе примерно год назад, и он, да, он говорил достаточно мягко, то есть, очевидно, он не хотел, наверное, терять аудиторию российскую, которая вот нерадикально настроена, нерадикальные либералы, да, так называемые. Их тоже очень много, и за границей тоже много. Это аудитория, но как-то Максим должен кормить семью, потому что, ну, дети растут и так далее, все привыкли к определенному хорошему уровню жизни. Соответственно, то, что происходит сейчас с ним, ну, я рискну предположить, я с ним не знаком, и у меня с ним, ну, есть общие друзья, но как бы не более того. Соответственно, я предположу, что, наверное, это просто вот та ситуация, когда, что называется, не могу молчать, да, когда достало уже это все, потому что, ну, вот все думали, что, ну, этот конфликт конечен, а так выясняется, что он бесконечен, то есть, что продолжает Путин лезть на рожон, что ничто его не останавливает, санкции не работают, украинский контрнаступ, к сожалению, не продвигается так, как хотелось бы, наверное, но, соответственно, ну, как бы хочется что-то делать, я вот по себе могу судить, что, ну, я с большим удовольствием поездил по Украине, поснимал, и сейчас, там, занимаюсь этим фильмом, там, 24 часа в сутки, потому что, ну, это хоть какое-то влияние на ситуацию, ну, вот посмотрит его, вот этот глубинный русский народ, который составляет аудиторию нашего канала, но кто-то из них, хоть несколько тысяч человек задумаются над сменой вектора идиотского в своей голове от войны к миру, ну, это уже, значит, не зря, понимаете, поэтому, ну, я думаю, что, наверное, у Максима, как у любого приличного человека, а он совершенно точно приличный человек, значит, соответственно, есть в голове ровно такие же мысли, и, в общем-то, честь им и хвала за это. Окей, напоследок хотелось бы поднять тему ликвидации Путина. На днях американский политтехнолог Джеймс Смарт заявил, что в окружении бункерного, понимает, что скоро наступит конец его эпохи. Ну, и, по его словам, диктатор уже не способен контролировать то, что происходит в Российской Федерации. Как вы рассматриваете ли вы возможность государственного переворота, начали мы с ксенофобии и бунтов мигрантов, заканчиваем госпереворотом. Вот я недавно общалась с Ильей Давлячином, он говорил, что это невозможно, и вот еще спикеры говорили, что нет, 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 невозможно. То есть там все в башнях Кремля одной мирой мазаны и все дуют в одну дуду. Смотрите, нет, там, конечно, не все в одни мир мазаны, не все в одну дуду, там террариуми единомышленников, если так можно выразить, они все друг друга грызут со страшной нечеловеческой силой, все друг у друга отжимают бизнесы и так далее. То есть, нет, там никакого единства не было и нет, а сейчас особенно это ярко проявляется, потому что Путину не до них, он сейчас там занимается где-то, значит, в космосе своем, только военными вопросами и, соответственно, они друг другу мочат с еще большим упоением, чем обычно. По поводу Путина и его внезапно прерванного, возможно, полета, я много раз говорил, что это очень вполне себе такой реалистичный вариант. Заговор полноценный как бы внутри страны с, значит, какими-то походами каких-то там полков, там, я не знаю, стрельцов против путинского какого-то другого войска, это вряд ли, а вот такой, знаете ли, дворцовый переворот с каким-то убийством, может быть, это вполне себе реалистичная история для любого диктатора, каковым относится Путин, потому что, понимаете, как бы в любом нормальном обществе власть часто начинает вызывать усталость и элиты, и население, да, здесь мы имеем ровно такую ситуацию, многие понимают, что он не нужен очень для чего уже, соответственно, а как его еще сковырнуть, простите меня, если он сам не оставил никакой политики в стране, если он не оставил никакого права на отказ ему ни в чем и ни от кого, значит, соответственно, у кого-то рано или поздно, конечно, возникнет идея, а почему мне просто не закопать там в огороде с 300 и не шпальнуть в его Ил-90 там сколько-то, когда он будет взлетать из Внукова, поэтому, конечно, это очень вполне себе допустимый сценарий и еще раз подчеркиваю, в этом будет виноват, как это ни странно, тоже сам Путин, потому что, ну, когда ты не оставляешь никакого выбора тем, кто тобой недоволен, кроме как вот идти на радикальные меры, собственно, почему я всегда говорю, что вот это повстанческое крыло российской оппозиции, которая с автоматами в руках воюет уже на территории России, почему оно не виновата в том, что это происходит, а виноват опять-таки Путин, но потому что Путин выжиг все каленым железом и не оставил никаких других возможностей для протеста, а протест в людях зыреет и он должен как-то выплескиваться наружу, но вот он выплескивается таким радикальным способом, вина Путина опять на 100%. Поэтому да, если с ним что-то подобное случится, но тогда, в общем-то, следствие, которое будет вести это дело, оно может сразу же, в общем-то, заочно Путина, за смерть Путина как раз и приговорить к какой-то нибудь высшей мере наказания. Общалась тоже недавно со своими коллегами, вот один из них задал мне вопрос, а кто же может остаться после Путина, как думать? Я-то, в принципе, не совсем понимаю, да? Вот. А как вы думаете, вы-то понимаете в этом, кто, вот если такое может произойти, кто может взять эту власть на себя? Ну, смотрите, если вдруг мы сейчас начнем фантазировать, вот сегодня Путина, да, инфаркт, и его больше нет, да, и там шампанское уже все попили, и надо думать, что делать дальше. Значит, соответственно, конечно, сразу сейчас начнутся какие-то версии, что там по то, что его сына продвинет, или там одна из дочерей Путина возглавит страну. Нет, конечно, никто не будет позволять какому-то более или менее сильному персонажу занять эту позицию, потому что соберется весь этот ореопаг всех этих негодяев, и все эти негодяи будут думать, кого же они могут продвинуть туда, на этот высший пост. Скорее всего, это будет какой-то технический персонаж, потому что должен быть кто-то, кто их всех устраивает. То есть какой-то прям слишком яркий кто-то, кто будет работать на один из кланов, им не нужен, и они выберут какого-нибудь замминистра, куда пошлют, значит, и, соответственно, вот он будет некоторое время изображать себя президентом. Они потом начнут все на него пытаться влиять, стащить его на свою сторону. Думаю, что быстро достаточно начнется большая и кровопролитная драка снова всех со всеми. Ну и вот уже тогда, когда все это начнется, тогда уже вот следующая итерация уже будет поинтереснее. Там уже какие-то люди посильнее могут прийти, там уже будет какой-то более демократический, более электоральный процесс. Я думаю, а не чистый сговор, каковым будет первая итерация смены власти после Путина. Это, безусловно, будет только так. Ну и, соответственно, может быть, итераций будет несколько. Вообще Россия, конечно, вот Путин загнал ее в такой тупик, что это все не может случиться за одну итерацию. То есть не может случиться за один раз смены власти на нормальную, на адекватную. Именно поэтому, вот к сожалению, сейчас я начал для себя понимать, что я домой вернусь, наверное, достаточно нескоро еще. Потому что там много лет еще будет вот эта смута, драка всех со всеми. и участвовать в этом всем простите дерьме ковыряться очень не хочется. Поэтому, ну уж, вот я где-нибудь, я буду по Украине ездить и там людям пытаться помогать. Вот это вот мне больше нравится.